Дело в том, что Нелли Жиганшина и Александр Гаджи не выступают. Ну, объяснение, наверное, будет позднее. А сейчас Александр Паул и Митчел Ислан. Ещё одни канадцы. 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 Ну, действительно, в техническом плане у них всё было просто замечательно. Очень такая впечатляющая концовка. Поддержка во вращении четвёртый уровень ей дали. И очень высоко оценили. Замечательная дорожка шагов. За который они тоже получили хорошую сумму. Ну, вот сразу же тут возникает вопрос. Их личный результат в коротком танце 61,34 балла. Ну, тут, по-моему, все понимают, я имею в виду Анжелику Крыловой по сквале Камерленга. Они прекрасно понимают, что сейчас этот рекорд будет обновлён. Ну, обновлён-то он будет обновлён, но не настолько, чтобы реально соперничать с Селиных и Жиганшином. Ну, тоже совершенно очевидно. Они совсем немного уступили в техническом плане. А вот в компонентах проигрывают. Проигрывают прилично. У нашего дуэта там за восемь практически все компоненты. А здесь ни одного компонента выше восьми баллов. Самый высокий – это запрокат. 7,89. Тоже было трудно пробиться на чемпионат мира, но вот нет теста Виртью и Скута Мойрова. И в прошлом году они на чемпионат мира попали и в этом. Так, вся 4,38 – это их личный рекорд в коротком танце. И на данный момент они занимают третье место. Спасибо. Спасибо.